Друзья, всех приветствую на своем канале! В этот сказочный весенний день выбрался я протестировать одну из катушек своих. Катушка предназначена, ну вы все знаете для чего предназначены такие снайперские катушки. Это поиск в замусоренных местах, поиск на фундаментах, либо вот как я нахожусь на старинном пляже. Катушки NEL фирмы очень надежные. Ну и как и у всех естественно есть минусы. Минусы этой катушки это вот этот провод, вот этот он очень толстый реально, его чтобы вставить вот в штангу приходится привязывать ниточку и пораздевать. И на E-траках минус этих катушек то что вот покороче сделать где-то там сложил и пошел такой сказать походный вариант, сложить чтобы трактор не получится с этим проводом. Но это не тот минус, это можно даже это к минусу и это больше не удобства, а не минусы. Транспортировать можно разобрать, я уже думаю не проблема. Собирать это не проблема. Катушку я покупал в магазине у деда Мити. Этот магазин я думаю не требует рекламы, его и так все знают. Один из немногих магазинов, хочу вот это заметить, который не находится в черном списке. Абсолютно все легально, все все документы и все как положено. Вы можете сказать, да у него там дороже, чем у какого-то там еще магазина. Друзья, разговаривайте. Дед Митя наш адекватный парень. Всегда в диалоге можно прийти к единому консенсусу. Поэтому разговаривайте, просите. Скидочка конечно же будет и подарок будет и не надо называть никаких там кодовых слов там, чтобы получить подарок. Подарок и так получите. Так что, друзья, ну что, приступаем. Я буду использовать, как всегда, наши монеточки. Вот этот щитовичок, здесь копеек. Что тут у нас еще-то? Чешуйка. Я постарался выбрать самые ходовые. Пятак 30-го года. Дальше. Полтишок серебряный 24-го. Петровская полушечка. Маленькая, тоненькая, ушатанная. Так, Деньга Анны Ивановны. Ну и Екатерининский пятак. Я маски никакие не употребляю. Я хожу вот так. На открытой маске 35 поджатая. А здесь у нас, что значит, порог тона. Громкость порогового тона 30. Громкость. Все по максимуму. Значит, отклик нормальный. Многотональность. Количество тонув много. Реакция, индуктивность. Тут, в принципе, все у нас по максимуму. Значит, здесь глубокие цели. Как вам, чтобы видно было. Ну, видно более-менее. Глубокие цели, да, быстро. Реакции нет. Металломусор много. Грунт сложный. Отстройка от помех 11. Я на ней всегда хожу. Ну и дальше все ерунда. В общем, вот на такой, на открытой маске всегда я хожу. Итак, первый у нас будет Катерининский пятак. Посмотрим. 15. Видно вам там? Видно? Должно быть видно, да? 20 нету. Я вот так плашмя. Давайте выну, чтобы вы понимали, как я держу монету. Ни на ребре, нигде. Вот так вот. Относительно катушки. Железных предметов на мне никаких нет. 20 не видит. Так, чё-то еле-еле там. О! 19 в обе стороны, друзья. 20 тоже кое-что. Пораскак. Ну, 19. На 20 не будем засчитывать. 5 копеек. 30 год. Так же берем. 15 прошли. На 19. Ну, еле-еле. А вот быстрее провожу и на 20 срабатывает. Пораскак. Не, на 19. Даже на 20 кое-что летит. 19 так же оставляем. Пойдет. Не ожидал. Ха-ха. Надо же. А вот серебро... Нет. Ты глянь. Серебро. 17. На 18 так себе, но... 17 четко. Так. Деньга. 1750 год. Ах ты. До 17. Я бы, наверное, чуть-чуть не дотянул бы, конечно. 16. Ребят, 16 четко. Петровская полушка. Год уже не помню какой там. 15. Нормально. Ну, давайте рамочник. В зачет, я не знаю, в таблицу вносить его, не вносить. Рамочник. Это у нас, сейчас скажу, какой... 33 год. Здесь копеек. Ой, щитовик, а не рамочник. Чувствуете, какая разница? Какая разница? Черметный сигнал. Ну, я уже знаю. Я так и копаю. Четкий черметный сигнал. Я копаю. И вам советую. 10... Не, 14 и все. Так, ну и у нас чешуечка, друзья. Я не помню, чья она. Сейчас тут гляну. По-моему, Михаил Федорович, да? Я думал, Алексей Михайлович. Тоже постараюсь ее как-нибудь плашмя держать. О, давай, смотри. 12 уже молчит. На 10 сантиметрах стопроцентный коп. 10, а оставляем 10 сантиметров. Ну что, вы все видели, друзья, своими глазами. Видео рассчитано на тех людей, которые не могут определиться с выбором, какую конкретно брать снайперскую катушку. Ту, либо другую. Я тоже вот все метался. Какую взять, шарпшутер или снейк. В итоге я определился с выбором и взял и ту, и другую. Вот. Короче говоря, катушкой в роликах не было. Но катушкой я этой уже успел пошурхить, катушка полностью устраивает. Наверное, это кому-то покажется глупостью, то что снайперскую катушку я тестирую по воздуху. Я, конечно, с вами в чем-то соглашусь, потому что в земле, конечно, будут отличаться наши показатели. То есть, где-то если она там, этот рамочник, щитовик этот показал, если там 10 сантиметров или чешуйка, в земле она может завершать и по-другому. Она может не только меньше показать значение, она может и больше показать. В зависимости от разных факторов. До новых встреч! Скоро открываем сезон. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете. Ну, а мы будем ждать, когда растает в земле и пойдем вскоре копать. Не переключайтесь! Пока!